Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Белякова. Я вас приглашаю в Гран-Тур путешествия за новыми смыслами на территории туризма. Друзья мои, пост-ковид научил нас тому, наверное, научил нас новой локальности. Мы все время ощущаем и воспринимаем скорее то, что происходит рядом с нами. В связи с этим вызывает вопрос такой стратегический дальнейшая судьба существования межстрановых, наднациональных альянсов и объединений. Сегодня мы говорим о Евразийском экономическом союзе. И у меня в гостях долгожданный, не скрою, визави, президент Российской ассоциации по союзе сообщественности, генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов. Здравствуй, Стас! Здравствуй, Наталья! Действительно, я тоже долго ждал нашей встречи, хотя социальные сети, они как-то удерживают вот ту локальность и межчеловеческое общение. Спасибо цифровой трансформации. Скажи, пожалуйста, мы с тобой встречаемся в очень интересный период, прям даже специально встречаемся между 19 мая. Обозначь, пожалуйста, нашей уважаемой аудитории, что произошло в это время, потому что очень интересное было заседание Евразийского экономического совета. И в преддверии 24 июня, когда президенты стран ЕАЭС встретятся снова, что произошло в этот период, совещание было по Зуму, естественно, 19 мая. Ну, наверное, у президента есть какой-то свой специальный канал коммуникации, который только службу безопасности знает. Ну да, да. И даже если это Зум, они никогда в этом не признаются. Действительно, 19 мая, ну, оно открывается обычно поздравлениями такими немножко дурацкими «С Днем Пионерии». Все присылают себе и друзьям зрительство, которые в Синей Ночи. Вот. А у нас 19 мая в этом году оказалось таким действительно торжественным днем. Президент Лукашенко очень просил Владимира Путина приехать, ну, или на пяти президентов стран Евразийского союза. Я для наших слушателей, если ты не возражаешь, напомню, что это перечисление по алфавиту Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. И, соответственно, Александр Григорьевич, который единственный, да, пятерочка такая, деловая пятерка. А, конечно же, президент Беларуси, у него своя была тактика подготовки к антикоронавирусным мерам. Он не стал вводить те жесткие меры, которые ввели четыре другие страны. Ну, и не только четыре другие страны. Весь мир, кроме Швеции, Беларуси, в общем, достаточно по одному сценарию работал. Но, так или иначе, 19 мая, наверное, жалко, что президенты не встретились в АУЛЧ. Потому что, когда главы государств встречаются вот лицом к лицу, без экранов, а как-то могут друг друга запугливаться, поддержать там, покрутить что-нибудь, они все равно договариваются. Здесь случилось несколько неожиданное событие. Все думали, что тот проект стратегических направлений развития евразийской интеграции, который был подготовлен еще с декабря 2018 года. Кстати, у вас в Петербурге, Наталья, это было. Президенты встречались с декабря 2018 года. И там подписали декларацию о дальнейших направлениях евразийской экономической интеграции. И в Петербурге в декабре 2018 года, еще до всех вот этих вот уже вставших в новой реальности событий, президенты сказали, ну давайте напишем текст того, что мы считаем для себя важным в этом вот интеграционном объединении. И твой вопрос, про то, а как повлияло, например, двух-трехмесячная такая вот необычная социальная пауза, а она показала следующее, что да, с одной стороны каждый из нас оказался на какой-то физической дистанции, но целый ряд политик, которые регламентируют наше существование, они как раз-таки доказали свою эффективность с точки зрения того, что эти политики лучше реализуются в наднациональном режиме, потому что есть рынок труда, есть рынок труда Евразийского экономического союза, есть сотни тысяч, это не миллионных мигрантов трудовых из стран Центральной Азии, которые работают на российском рынке, есть не другие перетоки трудовой силы. Когда это все случилось, возник вопрос, да, остановились стройки, остановилось такое интенсивное функционирование жилищно-коммунального хозяйства в больших городах, это где заняты, в том числе мигранты. И вот тогда возник вопрос, ну да, нас-то можно изолировать, а что делать с теми людьми, которые, с одной стороны, имеют право на труд, но у них нет права на медицинское обеспечение, у них нет медицинских страховок, ну потому что это не самая дорогая, скажем так, рабочая сила, поэтому работодатель, вряд ли принимая на работу мигрантов, озабачивался в предыдущие годы вопросами медицинского обеспечения. А дальше, в общем, по цепочке, у этих людей очень часто вместе с ними проживают семьи, детишки, образование, ну в общем, масса проблем. И вот благодаря тому, что есть уже с 2014 года союзный договор о евразийской экономической интеграции, благодаря тому, что мы начали на рынке труда выстраивать еще дополнительно какие-то правильные регулятивные политики, мы как-то, ну пока, по крайней мере, проскочили, вот тот возможный всплеск социальной напряженности, который в других странах мы видим, когда в том числе и трудовые мигранты начинают быть источником социальной напряженности. У нас этого нет, и это ответ на ваш вопрос, на твой вопрос, а зачем интеграция? Интеграция нужна, что если мы сталкиваемся с какими-то, ну, новыми обстоятельствами, мы не в одиночку находимся. У нас есть потенциал пяти наших стран. Может быть, Лукашенко ошибся, может быть, он окажется в большей степени, ну, прав, мы пока не знаем со своими мерами. Но так или иначе, есть, например, премьер Армении Никол Лаваевич Пашинян, который тоже заразился и сейчас находится на лечении. Так же, как и наш премьер Михаил Мишустин прошел курс лечения от коронавируса. Поэтому эти люди на себе все это испытали, им, я думаю, не надо это оказывать, что интегрированная политика лучше дезинтегрированная. Потому что по одиночке, ну, в общем, по одиночку можно умереть легко, а выживать нужно вместе. Это вот один из уроков этого периода. Ты знаешь, я, на самом деле, даже не к 2014 году, у меня вот происходящие события, наверное, вернули, вспомнился мне 1994 год, и речь замечательная Нурсултана Назарбаева, да, в общем-то, с которой вот идея такого прагматического евразийства, да, она, в общем-то, началась, да, помнишь, что, замечательно, в МГУ, мне кажется, риторика, она настолько актуальна для дня сегодняшнего, да. Смотри, ну, вот мой вопрос, да, абсолютно, вместе мы сила. Те такие процессы объединяющие, да, которые происходят среди вот большой пятерки и стран-наблюдателей, да, одновременно в Европе, ну, вот ввиду там процессы, связанные с Брэкситом и другие точки напряженности такие, да, вот эта вот идея такая атомизирующая, опасность атомизации, да, Европы и вот этого вот такого, знаешь, образцового проекта наднационального объединения, она сейчас, ну, такое, что ли, существенное испытание на прочность вообще проходит, да. И вот давай посмотрим на Евразийский экономический союз, может быть, концептуально сравнив с тем, что происходит с ЕС, потому что это два таких, ну, мощных союза, да, объединения наряду с несколькими другими в мире. Ну, тут, знаешь, но главное, чтобы еще наши сами руководители к концепциям Дугино как-то относились, потому что в таких сервинах, конечно, я думаю, даже помощники президентов не донесут смысл подразумеваемого. Равно как и у Китая, достаточно действительно, это права, прагматичная философия, она в чем состоит? Китаю нужно иметь нормальный морской путь доставки своих товаров в страны Европейского Союза. Это первая задача. Она решается сейчас за счет движения через, собственно говоря, моря, которые омывают границы Китая, дальше с выходом в Индийский океан и проход через Союзский канал, в первую очередь, морской путь, да, в зону Средиземноморья. Вот, используя любимые термины Дугина и других наших геополитиков, да, вот Хартленд и все остальное, то есть суша, море, но вот пока Китай осваивает самостоятельно позицию транспортную в морском варианте. У нас, кстати, ну, в первую очередь, у Российской Федерации, конечно же, есть перспектива долгосрочной развития северного морского пути, и я думаю, что развитие именно атомного ледокольного флота, это один из вариантов, который для Китая является абсолютно важным и стратегическим. Что еще интересно Китаю, исходя из того, что мы наблюдаем, это инвестиции в Африку. Африка является основным рынком для развития любых существующих мощностей с точки зрения потребления. Человечество озабочено голодом в Африке, человечество озабочено дефицитом энергии в Африке, поэтому это всегда будет дополнительно стимулировать доставку. Когда вы научились работать через Интийский океан в Европу, из Азии, вы точно так же сможете работать и, ну, по крайней мере, с Восточной Африкой, это тоже мы видим. Что делает Китай? Китай сейчас покупает морские порты, Китай покупает «пречальные стенки», в кавычках, да, для того, чтобы иметь вот несколько вариантов. Как в свое время военно-морские силы, например, создавали военно-морские базы для подводного флота, для еще какого-то. Вот в гражданской экономике это мы сейчас видим, то есть, с одной стороны, глобализация вроде бы доказала свою несостоятельность с точки зрения саморегулирования, регулирования всемирно-торговой организации, возможности Всемирного банка, Международного валютного фонда. Тут очень накопилось множество претензий. И мы видим, что и при Абане, и при Трампе, и при Симпиньпине очень много вытекает каких-то надстроек, типа Транско-Хотианское соглашение, Трансатлантическое соглашение. Собственно говоря, когда Великобритания выходит из соглашения о Евросоюзе, она говорит, а я буду вот с Америкой вот так вот себя вести, а с Россией, даже с Россией, я буду себя вот так вот вести. И эти сигналы все посылают. Но помимо морского варианта, где у Китая есть определенные проблемы, как мы видим и с Японией, и с Соединенными Штатами Америки, даже с Вьетнамом есть какие-то там споры по каким-то островам, море, Китай исторически все равно восстанавливает тему сухопутных маршрутов. И это касается уже существующих трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов, линии электропередач высоковольтных, всего, что составляет энергетическую безопасность экономики Китая, которая не остается в зависимости от поступления энергетических ресурсов по моду. Поэтому вот здесь вот каждая из стран, входящих в Евразийский экономический союз, еще в 90-е годы, наверное, могла питать иллюзию, что поодиночке будем интересны. Сейчас уже понятно, на примере то же самое Туркмении, Туркменистана, нейтрального, независимого, но мы же видим, что китайские инвестиции носят ограниченный характер. Они связаны только исключительно с теми объемами газа, которые есть от Туркменистана на определенный период времени. И мы видим реакцию в том же самом Узбекистане, на, скажем так, диалог. Поэтому Узбекистан осознанно идет на статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, понимая, что проблемы в Центральной Азии это проблемы ресурсного сырьевого самообеспечения, в том числе, а не просто быть местом, где недра выкачиваются и потом направляются на переработку в другую страну. У России тоже это было, мы тоже через этот период как-то прошли, и теперь понимаем свою энергетическую безопасность как диверсифицированную. Мы поэтому понимаем, что тот же самый Евросоюз, когда чинит препятствия проекту «Северный поток», к которому Петербург тоже имеет определенное отношение, ну, или в Ленинградской области, скажем так, а северо-западской области России. Да, мы понимаем, что ключевые моменты связаны с энергетической политикой, с транспортной политикой. То есть я вот несколько раз уже, а в эпоху цифровой трансформации, конечно же, телекоммуникационной политики, то есть мы должны понимать, причем это не просто кабель где-то проложили, по которому там телеграф морзо-морзо идет, это спутниковые группировки, это единое сопровождение всего, что касается умной дороги. Почему нам нужна единая телекоммуникационная политика? Потому что у вас автопоезд, который пойдет грузом, он должен управляться по одинаковым стандартам. Конечно, да, да. И в Ленинградской экономической комиссии это очень удобная площадка. Это удобная площадка для того, чтобы на ней вырабатывать единые стандарты, а уже дальше реализовывать единые политики. Да, да. Это, кстати, мне, ты знаешь, напомнила вот ту деятельность, которую делает Межпарламентская ассамблея страны СНГ, которые находятся в Петербурге, кстати говоря, да, СПИТ-5. Они работают в части модельного законодательства, но логика примерно та же, да. Вот ты знаешь, сейчас будет вопрос от меня, как от эксперта Российского экспортного центра, в части туристов. Смотри, ты упомянула же, да, про несырьевой экспорт, да, про то, что еще объединяет наши страны в рамках Евразийского экономического союза. Одновременно я вспоминаю Китай, который использует, славен тем, что он использует туристическое дипломатия, да. Вот сейчас то, что мы наблюдаем с Австралии, да, Австралия там начала, значит, расследование в отношении Китая, значит, кто все-таки запустил вирус и так далее. Китайцы сказали, а тогда они не говорят, отключим газ, они говорят, мы не пустим туристов, да, потому что на них строится экономика многих стран, и только Япония там оказалась прозорлива, да, она стала делать акцент на внутренний туризм и сознательно сделала так, чтобы не зависеть от Китая. В связи с этим вопрос, мы наблюдаем уже в течение ковида явление как пузырь, да, когда страны взаимно открывают границы, взаимно, вот буквально пару недель назад Италия, моя любимая, очень переживала, потому что взаимные условия открытия границ Германии и Франции договорились между собой, а Италии сказали, подожди, у тебя еще не все ликвидировано. Италия, значит, вот, то есть вот эти вот такие внутристрановые альянсы, да, они сейчас активизируются, но однако такого движения среди стран Евразийского экономического союза не было. Ну вот, ну не было, чтобы мы, да, договорились между собой открывать границы. Как ты считаешь, с чем это связано? Или это просто не как бы, ну, вне логики Евразийского экономического союза? Я думаю, что все-таки страны, входящие в единое таможенное пространство, в единое экономическое пространство, в зону свободной торговли у нас давно уже действует, еще с 90-х годов. Но, конечно, мы первыми должны открывать друг другу границы, поскольку это создает нам преимущество. Просто надо быть уверенным в том, что действительно тот эксперимент, на который пошла Беларусь, он не несет в себе риски, да, для столиц, по крайней мере, городов. Потому что открыться, это же не просто вот распахнуть объятие, это открыть аэропорт. Если вы открыли один аэропорт, вы открыли другой аэропорт. Дальше возникает вопрос, у вас другие леси, из других стран сюда прилетают, не прилетают. Вообще, вот, очень много в евразийском проекте есть того, что сейчас нужно данные переосмыслить и переоценить. Например, единое небо, да, чтобы у нас были единые правила обслуживания всех наших авиакомпаний, чтобы мы не торговали друг с другом за вот эти вот встречные перелеты, посадим самолет в Никомодедово, в Друговском. Ну, в общем, много чего там такого есть. То отчего стоило бы уже отказаться, как это такой архаики. Такой общий режим и желательно седьмого неба, да, ты это имеешь в виду? Ну, я имею в виду, что нужно просто себе представлять. Когда мы говорим, например, про поставки фруктов и овощей, вот сейчас сезон там, да, у нас по идее сейчас перелавки должны ломиться от всего там тергизского, узбекского, армянского, да, не знаю, потому что онлайн-торговля уже сейчас лишила нас возможности понять, это точно из Узбекистана или это из Армении. Но это есть все, да, и мы понимаем, вот про цифровую трансформацию всегда надо помнить, да, мы понимаем, что товар все равно идет, товар сопровождает людей. У нас пока не беспилотные фантазы всего, да, поэтому потихонечку, если все-таки это происходит, нужно открываться, нужно создавать единую систему медицинского страхования, по всей видимости. Нужно, вот мы же уже договорились, что мы пенсионный стаж учитываем. Сейчас, например, мигранты, которые официально работают в России, им идет зачет, и работодатель для них платит, и они, вернувшись в Сибирь, в Казахстан, в Армению, они будут получать за эти месяцы, годы такую же пенсию, она будет начисляться по общим правилам. Вот здравоохранение, дальше это про детей, мы несколько раз сегодня вспоминали, образование, взаимоперезнание дипломов, а то, знаете, у нас ребенок какой-нибудь отучится в российской школе, получится золотой диплом среднего образования, а ему скажут, в Кыргызстане, нет, ты знаешь, мы считаем, что ты неграмотный. И это все вот человеческий капитал как-то вот настраивает, потому что такого типа политика, такого типа неприятия, например, которое в Великобритании произошло, там еще в каких-то странах, это всегда, когда есть вот недоговоренность, недосказанность, нужно не бояться говорить друг другу искренне, что не нравится, что вызывает раздражение, да. Нужно уходить от этих вот мифов постсоветского пространства, так называемого, да, где все вот травмированные распадом Советского Союза, боятся друг другу о чем-то говорить. А на самом деле, я смотрю, что происходит с деловыми кругами, да, кто-то видит себе партнером Китая, а кто-то видит Турцию. Кому-то Китай даром не нужен, ему интереснее работать в Турции. Кто-то скорее с Южной, естественно, не с Северной, да. Кто-то там, Белоруссия, если бы могла там доставить Евросоюз меньше обращать внимания на какие-то вопросы своей внутренней политики, тоже бы уже давно была бы вместе со странами Прибалтики, там, и с Украиной пыталась бы как-то интегрироваться в Евросоюз. Это очень тяжело удержать, да, поэтому сейчас как раз такой период времени, глядя на Германию, на Францию, надо себя чувствовать как Германия и Франция по отношению друг другу. Вот это вот чувство равенства, да, взаимоуважения. И тогда, ну, в Италии тоже больше других на себя обратили внимание в Январе, Кевроле, когда были всплески, да, количества заболевших, к сожалению, погибших. Наверное, вот стоит, кстати, я подумал, походу, на чем стоило бы сплотиться. Вот вакцину надо первыми изобрести, эффективную вакцину, вот, коронавирус, да, и, в принципе, сделать такую сквозную вакцинацию. И тогда мы будем друг другу доверять, мы тогда и на Иссык-куль будем ездить. Ты знаешь, я вот, я когда вот слушаю тебя, да, у нас, к сожалению, увы, быстро пролетело время, и я все время, ты знаешь, меня... Я тебе 24 июня... Все, я тебя ловлю на слове, да. Ты знаешь, вот мы говорили такое про будущее, а все-таки мы стоим там на плечах гигантов и укоренены, да, и я вот все время по ходу нашего общения меня не отпускала мысль, вот, идея Петра Савицкого, да, тоже замечательный географ такой, тоже, как бы, евразийц, естественно, там, 1920-х годов, да, для нашей... Маташа, с тобой прям приятно общаться, да, сколько ты всего знаешь. Второй человек в моей жизни, который знает так много про евразийского индега. Ну, истфак, истфак, вначале был истфак, ты же понимаешь, это же... Хорошее образование. Да, да, вот, и ты знаешь, вот, если вспоминать такую основную, что ли, идею Савицкого, которая, я говорю, вот, сегодняшняя ситуация меня постоянно к ней возвращает, это то, что он к евразийству, ну, вот, в понимании и трансляции Николая Трубецкого, да, он добавил два важных момента, это место развития, вот это вот географическое связанность, которое невозможно без идеократии, да, вот, множество поводов для этой связанности, экономической, политической, ну, прости уж я в софт-пауа, ну, мы должны это сказать в эфире, да, вот, и вот тогда вот такое объединение, да, каждый член которого испытывает, каждая страна из большой пятерки вот этой вот испытывает, ну, скажем так, внимание со стороны и предложение регулярно получается со стороны других вот силовых векторов мира, да, тогда чем больше вот этих вот объединяющих моментов будет, да, тогда это, вот это придает устойчивость. Мне кажется, главный урок постковида, это то, что мы стали ценить вот такие вот сложные, очень сложные надгосударственные образования, которые в итоге помогают вот этой вот глокальности, которую так модно сейчас говорить, помогают ей, как бы, явиться, да, реализоваться. Ну, вот постараюсь успеть в короткое время, чуть-чуть прокомментировать, когда возникли евразийцы, в 20-е годы прошлого века, мы тоже сейчас начинаем в 20-е годы, что произошло с экономикой Армении, Белоруссии, Кыргызстана, тогда еще не было, может быть, так вот, нынешней политической дегографии, но они разъединились, они после 17-го года, после падения царского режима, после краха временного пройти, да, начали дрейфовать, где-то были интервенты, где-то были, там, даже страшно подумать, кто там, махновцы всякие, да, чего только не было, да, и были попытки национальных лиц самостоятельно, и вот тут смотря, вот очень многие праздники национальные, которые сейчас есть в этих странах, да, они относятся к датам 17-го, 18-го, 19-го годов, когда страны пытались, ну, как-то самоопределять, потому что для меня идея евразийцев, это рефлексия на то, не на то, что снова там взяли, всех в Советский Союз ввели, да, а на то, что все равно, вот это вот более такая серьезная даже настройка по географии, большая евразия, большая евразийская партнерство, да, от Джакарты, как говорят, там, до Рикьяйвиха, да, это вот серьезные вещи, которые, я думаю, что в новую такую эпоху будут только укрепляться, ты права, и абсолютно практический лозунг, надо готовиться к Олимпийским играм выставлять единую команду Евразийского экономического союза, чтобы нас никакие антидопинговые ловушки не ловили, а чтобы мы с Питером взяли весь комплект золотых медалей, вот Япония хочет, чтобы у них было в Токио новое соревнование, да, давайте туда выставим евразийскую команду. Да-да-да, вот сразу и сразу я хочу закончить этой, знаешь, притчей, да, о венике, вот тогда не сломаешь, да, это абсолютно точно. Стас, спасибо тебе огромное, поймала тебя. Спасибо, спасибо. Обязательно продолжу. Все, на связи. Да, напомню, дорогие друзья, у нас в Горисеях был президент Российской Ассоциации по Союзу и Сообщественности, генеральный директор Евразийского Центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов. Спасибо, смотрите, до встречи на основном. Спасибо. 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 Спасибо.